Слушай, а тебя как торкает этот козлизм 2012? Они хуже. Конечно, уроды. Это Олег, он не потерпит ревность и животных в доме. Это мне вот этот 12-й год сейчас в голове. Скажи, Василис, идиотизм этот все, не будет никакого 2012 года конца света? Можно мы с тобой потом про это поговорим? Нет, ну ты можешь мне сейчас сказать просто? Это еще хуже, Василис, это хуже. Я могу сказать, что отчасти предположения правильные. Да ты что? Да, поэтому я не иду смотреть этот фильм. Говорю абсолютно серьезно. Все, я не работаю. Ну скажи. Возможно, вплоть до... Я думаю, что это военные конфликты, на самом деле, в мире, которые будут развязаны к этому моменту времени, и абсолютно экономической подоплеки ситуации. Конечно, это никакие не космические трансформации, никакие не такого порядка ужасы, но это реально непростая ситуация, скажем так, общественно-политическая. А скажи, они могут вот эти создатели передохнуть все, нет? Кто? Ну, создатели. Кто вот это замутил? Это 12-й год, фильм, вот это все. Кто сейчас наживается на этом? Ну, я как раз думаю, что те, кто вот эту волну толкают, они пострадают. Так всегда бывает. Да, мужик их накажет? Ну. Тема, иди за водкой, я не работаю, все. Не, ну вообще это, конечно, ужасно. Я просто... А что с кем-то? Супер. Он был добрый человек, и мне казалось, что он был искренний. Вот, естественно, Волочкова похожа, знаете, который говорит, и когда ко мне подошла эта добрая женщина, и я сказала, добрая женщина, идите нахуй. Понимаешь, вы получаете вот просто, вот, получаете так. Она все время... А вы знаете, когда ко мне приходят добрые женщины, мужчины просят автограф, я говорю, добрая женщина, прекратите, понимаешь, вы прекрасно души, вы прекрасно душничаете. Давайте не будем прекрасно душничать, потому что, когда у его дочки не будет то, что будет у всех одноклассниц, потому что тоже хорошего-то мало, и приходят такие, вот со мной, и приходят такие к нам невесты, задрочи, которые всю жизнь завидовали своим подружкам. Потому что мама и папа духовной жаждой, они со свечкой ходили и пели, аллилуйя. Не, ну почему? Перестаньте, жизнь другая. Давайте все-таки будем, смотрим-то нормально. Здравствуйте, Андрей. Ага, привет. С кем вы пришли? Антон. Любовница моя, Дарьяна друг. Да, это сейчас модно. Кто любовница? Я. А я друг. Дарьян друг. Наконец-то, свершилось. А, так тогда, может быть, и мы закончим? Не-не-не, нормально. Ну, для разнообразия, что-то. Все нормально, все нормально. Моя мама назвала бы такую девушку Шалава просто-напросто. И я к ней присоединяюсь. Совершенно никакой серьезности, и ребенок, ну вообще, то есть, вообще, никаких ценностей. Как же ваше следствие дома с ребенком, наоборот, молодежь, что она... Клубы, гулянки. Если бы список ее женихов был бы часа на три программы, тогда можно было бы вот это слово применить, которое ты говоришь. А челю, хорошее слово. Она классический водолей. Роза, как и ты. Да что ты. Да я просто вообще, я ангел перед ней. А ты полтора года ходила в декольте с татуировкой на спине, и именно так ты встретила здесь своего мужа. Когда-то я с татуировкой ходила? Ты всходила в декольте полтора года, где-то недавно стала ходить в пиджаках и с косиночками. Не, минуточку. Все помнят, давайте посмотрим. Минуточку, минуточку. Я когда с Вакой не замужем была, я кольцо вручально носила, чтобы никаких вопросов не было, чтобы невеста приходила и знала, с Вака занята. Два украинца разговаривают, один другому говорит, да весь жопенька какие у русских фамилии смешные. Зайцев. Он был тоже украинцем. Оксана точно не хочет соревноваться с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной и даже безоговорочно готова... Блядь! Это как пчела. Пчела ведь летает и собирает мед. Она тоже видит, что на лугу разно бывает. Ну, там, я не знаю, коровы прошлись и оставили после себя что-то. Но она видит только красоту, поэтому и мед в конце получает. А разница между пчелой и мухой, да, муха видит сразу это. Не то, что цветы на лугу растут, а то, что там оставили после себя коровы. Вот мне кажется, что Александра, если пока она прекратит копаться вот в том, что оставили на лугу коровы и перестанет быть мухой, а станет как Радмила пчелой, тогда и мед у нее в семье будет. Вот в этом большая разница. Какой же скача! А вы думали? Нифига! Порвала! Порвала просто! Ну, я считаю, что... А еще, говорят, Гузеева злыдень, и бабки за мной бегают, и говорят, ах ты паразитка такая. Я, кстати, наверное, скорее завистливая, чем нет. Вот думают, молодая, как бы треснула бы ей. И тоже вроде все накачала, все сделала, все не то, все не то, понимаешь? Ну, прямо на тишину уже, что у меня вечер, а у нее утро. Ну, хорошо. Как вам, Роза? Я? Я себе хорошо. Спасибо вам большое! Ларисочка, я надеюсь, вам очень понравился этот сюрприз. Спасибо вам большое! У нее 200 тысяч долларов! Проходите в свою комнату! Помоги! Я люблю тебя, Россия! Умоляю! Дорогая ты, Мария! Пожалуйста! Я люблю тебя, Лариса! Умоляю, поставьте, поставьте! Все, спасибо! А женщина боится! Спасибо! Пожалуйста! Нет, пожалуйста, пожалуйста! У них нет! Дорогие златы с руками! У нас сегодня с правильной колорелой! Пожалуйста! Никогда не снимайте! Сотрите то, что вы сейчас сняли! Не почему-то они все время рстили! Нет, пожалуйста, сотрите! А я хочу увидеть, что вы стерли это! Пожалуйста, не надо! Мне только в интернете не хватало вот этих денег! Пожалуйста! Лариса, ты понимаешь, в чем вы говорите? Пожалуйста! Все, кто сейчас снимали вот это на телефоны! И быстро это все стерли все! Ларечка, и там кто-то еще снимал, поэтому... Люди, будьте людьми! Называется это! Ребят, послушайте людей это! Не дайте сорвать передачу! Андрей! Отдайте! Потому что передачу закроют, и никто это никогда не увидит! Это лучшая передача, которая выйдет по каналу! Отдайте ему телефоны! Бодров снимал! У меня триста! Там у тебя в розовой кухне в очках слева сидящая снимала! Отдайте телефоны! Девушка в розовой кухне в очках слева! Да все! Не скопровитируйте это! Воду мне! Принесись, пожалуйста! Все! Спасибо! В голову мне, блядь, давление! Ну, эмоции выхлестнули! Спокойно! Да! Ничего, ничего! Это шоу! Я понимаю! Молодец! Десять литров молока! А я вдруг смотрел на телевизоре 81 день! Стоите вы и говорите, давай поженимся! Да! Супер! Ну, я быстренько пошел, пообрелся! И потом показали фотографию этой женщины! Сказали, что зовут Лариса! Вот я здесь! Все! Ребята, спасибо! В свою комнату отправляйте! Спасибо вам большое! Вам спасибо! Козла можно пока здесь оставить? Субтитры создавал DimaTorzok